Всем привет, с вами Боди, и сегодня у нас рандомный аукцион челлендж от Влада А4. Вчерашний ролик был не то что офигенным, а просто вот тот... Короче, вам здесь будет сейчас это вот, как её там называют, вы поняли, что у вас там вылезло, подсказка, во, вспомнил, я забыл уже как она называется. Вот, поэтому посмотрите вчерашний ролик, либо просто, ну, перейдите, вы там увидите вчерашний ролик, либо посмотрите сегодняшний ролик, потом ещё выйдет про Влада, скорее всего, и сегодня с 3.19 по Москве. Короче, я сразу же ставлю лайк, кстати, вы меня просили посмотреть Лёшу Майсака, а я вчера его смотрел, поэтому идите и смотрите вчера Лёшу, потому что вы меня очень просили и говорили, Бодя, так, либо я тебе сейчас пердюлей ставлю, либо ты пойдёшь смотреть Лёшу. Я посмотрел вчера Лёшу, почему-то просмотров нет, неужели вам так не хочется смотреть Лёшу? Вы же меня сами просили, давайте идут смотреть. И вчера выходил Влад, новый видос, это просто жесть. Погнали. Всем привет, меня зовут Влад А4. Кобяков. Ох, да, Кобяков. Вот это, вот это, вы знаете, когда Кобяков слева, сразу жизнь налаживается ментально. Ой, хорошо. Лёха. И добро пожаловать в рандомный аукцион. Челлендж. Челлендж. А4. О, господи, я чуть не обсерился, я думал, это у меня залагало. Репродакшн закупился предметами на сумму 4 тысячи баксов. И все эти предметы... Господи, у меня просто, у меня, вот вот, я не понимаю, у меня... Ладно, мне уже кажется. Сегодня будут выставлены на торги. Каждый из нас принёс сегодня свои кровные денюжки, чтобы поучаствовать в этом аукционе. Ну у всех одинаково, наверное. Но сумму, за которую мы будем покупать эти вещи, решаем не мы. А вот этот вот... Я не понимаю, у меня уже шерсть от котов находится во рту, или мне кажется. Наверное, с утра мне кажется уже. А когда кажется, что надо делать? Правильно, не есть шерсть котов. Барабан. Не обращайте внимания. Здесь лежат бумажки с суммами, за которые мы и будем покупать эти предметы. В каждом раунде каждому из нас будет предложено купить одинаковый предмет. Например, жёлтый банан. Угу. Мы вытягиваем бумажку отсюда. И каждый из нас должен будет отвалить вот столько вот денег, чтобы купить. Ааа, слушайте, а вообще-то интересно. Нет, ну серьёзно, согласитесь, интересно же. Это то есть у кого меньше всех останется, тот и проиграл. А у кого больше всех останется, тот выиграл. Вот этот банан. Отказаться от покупки мы не можем. Мы можем... Блин, слушайте. Влад, а попробуй ещё раз снять. Это было, конечно, 9 марта, но это же... Это же очень интересно. Лишь узнать сумму, за которую нам придётся купить предмет. Дорогую вещь ты можешь купить за 1 бакс, а дешёвую, например, за 100. Короче же, сегодня ты увидишь самый безумный аукцион на ютубе. Обязательно досматривай это видео до конца, чтобы не пропустить. Все смотрим до конца видосики, ребят. До конца. Пустите, что-нибудь интересное. Ну что, ребят, вы готовы? Да, конечно. Погнали. Ну что, давайте поскорее начнём первый раунд. У меня, кстати, 9 октября день рождения будет, если кто не знал. Я был бы очень рад, если бы вот у вас точно такая же кнопочка была, как у нас с Владом. Вот чтобы у вас было написано, чтобы вы подписаны на наш с вами ютуб-канал. Мне, честно говоря, очень приятно будет, если вы это сделаете. Если вы меня смотрите просто из рекомендаций, то... Ну я надеюсь, я вас хоть чем-то зацеплю. И вы подпишетесь на наш канал. И напишите, вы подписаны. И да, чуть не забыл. Колокольчик, пожалуйста, тоже включайте. Потому что я лайкаю самых первых зрителей, которые пишут комментарии. То есть, вы представляете, вы зашли первый, второй, десятый, да даже 120 на ролик. А на ролике там потом будет полмиллиона просмотров. А вы скажете пацанам, смотрите, я самый первый заходил почти на ролик. А я вас лайкнул. Потому что я лайкаю только самых первых. Что это? Это чехол для айфона? Это защитное стекло? Это шоколадка в виде айфона. Ребята, посмотрите, шоколад молочный написано. Чего? Да ладно? Что? Получается у нас в первом раунде шоколадные айфоны. Ну что, ребята, страшно я вам хочу сказать. Да. Ну что, я вам хочу сказать, страшновато участвовать в этом челлендже. Да. Так, пацаны, кто самый удачливый, давайте, тот и будет первый тянуть. Моя удача, она всегда со мной, и я тебе покажу истину. Давай. Еще 50 долларов вытянем. Ну, ты знаешь, что... Сейчас бы за шоколадку. Утязывает меня с удачей, ничего. Осталось нам вытянуть. Нет, Калякова, я верю в тебя, Калякова. Бумажки. Давай. Я? Ты же знаешь, у меня удача, это... Не твоя тема. Не мое, вообще не моя тема. Ну знаете, в чем прикол? Мне кажется, что, возможно, у кого-то закончатся деньги где-то в середине игры. И что нам тогда делать? Я не подумал об этом. Будут играть те, у кого останутся деньги. Ну да, 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 все верно. Вы понимали, у нас здесь примерно одинаково бабла у каждого. Ну ладно, Кобяков. Я вытягиваю, вытягиваю, вытягиваю. Так. 10 баксов. Ну, 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 среднячок, среднячок. Ну, конечно, дороговато, но там могло быть и больше, так что, в принципе, нормально. 10 баксов ты отдал только что за шоколадку. А я за шоколадку только что отдал 5 баксов. А ты что? А я вижу, у тебя побольше суммы, да? Еще 50 будет. Пацаны, вам сегодня не будет везти, у меня 1 доллар. То есть ты, получается, самый неудачный, как оказалось. А Леша, Леша, помните, я говорил, меньше всех вытянут, а я говорю, еще больше всех вытянут. Слышишь людей нас, мешаешь, ну, ладно. Мне аж прям страшно стало участвовать. Ну, так, 5 баксов отдаю за шоколадку. Забирай. Давай, давай, сюда. Вот она, вот она, что тут искать. Все, забирай. Ну, знаете, в чем угар, пацаны? Что? А представьте, если бы это был настоящий айфон. Ведь нам могли бы и такие ценники выпасть. Ох, по-моему, дальше будет очень интересно. Ну, да, кстати. Давайте попробуем. Ну, ты смотри, а вот у вас вообще денег не останется к айфону. Пробуем и узнаем, чья шоколадка вкуснее. За 10 долларов, за 5 долларов или за 1 бакс. Пацаны, у меня самое большое разочарование сейчас. 10 баксов за простую шоколадку. Чего? Тот, кто сделал эту шоколадку в виде айфона, дизреспект тебе. Тебе вниз. Вообще. Ну, как... А, это обычная шоколадка? А что такого? Ну, она же, наверное, стоит рублей 50-60. Говорится, что есть, то есть. Хотя она должна стоить тогда 20 рублей, потому что, как я помню, сейчас вот популярные вкусные шоколадки стоят как раз 50-60 рублей. Ну, у нас в Питере, по крайней мере, так. Это самая невкусная шоколадка за 10 баксов. А мне за бакс нормально. Ну что, давайте двигаться дальше. Погнали. Ну что, ребят, вот он предмет второго раунда. Давай уже откроем его. Подожди, одну секундочку. Ребята, хотел вас просто поблагодарить за этот безумный рост. Да. Наш канал растет. Да, конечно, у тебя уж тогда было... Уже 22 миллиона почти у Влада А4. Просто с невероятной скоростью, сердечко вам. Это пипец. Просто хотел вам сказать огромное спасибо. Давайте. Кстати говоря, я же скоро второй канал создаю по игровой тематике. Там будут чистые игры выходить. Ну, то есть, какие, ну, популярные игры. То есть, это... Ну, вы поняли. Все. Я пока только сказал анонс. Поэтому сейчас просто готовьте, ждите. Потом я буду оставлять ссылочку в описании на новый YouTube канал. Но пока что, пока что осталось сделать еще шапку канала. И потом я запущу этот канал. Поэтому ждите еще буквально 2-3 дня. И там будут тоже ежедневно выходить по 2 ролика. Ну, здесь 3 ролика выходят ежедневно. А там будет 2 ролика выходить ежедневно по играм. Это Бравл Старс я буду играть, Роблокс и Майнкрафт. И, скорее всего, еще много разных игр. Давайте продолжим наш рост в том же духе. Также быстро будем развиваться. Вы будете такими же активными. И мы будем снимать классные ролики. В общем, ну да. В общем, ребят, давайте... Подписывайтесь, подписывайтесь на нас, ребята. Не зря я вас прошу подписаться. Мы здесь всегда смотрим в ладу. Давай, давай уже не терпится. Поднимай. Да, открывай ты уже. Ну, а... Ого. Джебурки. Так, здесь цели. Ну, слушайте, неплохие. Ценник, ценник, ценников нету. Так, ну я думаю, эти наушники стоят баксов 30? 70. 70 баксов! Ну что, ребят, у нас... 4 тысячи примерно, наверное, или 3 тысячи, да? У нас нету права... Я не знаю просто сейчас сколько. Отказаться от этих наушников. Мы можем лишь вытянуть сумму. В этом челлендже аж стрёмно участвовать. Я просто не хочу смотреть на сумму. Ты посмотрел? Да, посмотрел. Вот! Чувствую, большая сумма, да? Нет, небольшая. Смотри, завидуй. Всё, да. 25 долларов. То есть он в плюсе. Давай ты... Мне очень страшно. Что? Что там? 5 баксов! 5 хорош! 5 баксов! И у меня 5 баксов! Я не понимаю, Лёша, что тебе так не везёт? Я вам скажу, самые большие суммы по-прежнему остаются здесь. Пацаны, всё равно впереди ещё куча раундов. Мне ещё плюс по-любому. Ну что, пацаны, пришло время платить по счетам. 5 баксов. Нечестно. В смысле, за что так нечестно? Они стоят 70 баксов, а они тебе достались за 25. Ну а тебе за 5. Я просто завидую, и всё. Ну что, мы пока что все в плюсе. Это радует. Ну давайте двигаться дальше. Ну да. Итак, поехали. Ну скоро поменяться же всё может. Поехали, третий раунд. О, блин, стой! Ну, по логике, мы сейчас торгуемся за бутылку воды. 30 рублей, не больше, 25. Если будет цена 10 баксов за воду, это уже будет нехорошо. Я начну. А! 1 бакс. Почему ты так увидел? Я хотел интрижку сохранить. 1 бакс. Она столько и стоит, мне кажется. 10 баксов. Меня это не устраивает. 10 баксов! Ну да, это не 100. А у тебя сколько? 500 баксов! Сколько? А ну! Ха-ха! Чувак! Что? 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 500 баксов! Ха-ха-ха! Акс и 500. Это 500 бутылок воды я мог купить. Слушай, ну будет очень вкусная вода. Подождите! Пипец, Влад, тебе... Тебе настолько... Ну вот настолько, чтоб... Чтоб настолько не повезло! Мысли, я не хочу 500 баксов отдавать заводу. Честно, ерунда. Так, вот. Понимаете, за что, за что 500 баксов? Ладно. На заводу еще! Да и 500! У тебя сколько там? 10? У меня баксов. Вот, пожалуйста. Десяточка. Я не хочу. Пацаны, может, лучше мне шапалаха дадите? Ха! Откуда ты эти правила вообще придумал? А, да-да-да-да-да-да! Шапалаха в этом ролике нет. Какой 500 баксов? Вы угадаете? Раз, два, три... Это самая бессмысленная покупка в моей жизни. Пять. В рамку просто поставишь. Не будешь вспоминать каждый день этот рамок. Наши денюжки. Ну это очень сильно. Это прям... Это прям... Не знаю, ребят, скажи... Да вы бы никогда так не сделали. Я бы убежал сразу оттуда с деньгами, если бы мне сказали, давай воду покупай за эти деньги. Я, может, даже и не дотяну до последнего раунда с такими темпами. Самая дорогая бутылка воды в мире. Вот этот хруст крышки. Ее надо пить пипяткой. Может, хочешь тоже водички за 500 баксов? Да, давай попью. Так, нет, и что? Драгоценные капельки. Все верно, все верно. Чуваки, я не представляю, что делать теперь. Экономить деньги. Экономить? Пытаться, пытаться экономить. Но очень, очень огромную сумму вытянул. Сказали, всего там 500 долларов больше нету. Либо есть две еще штучки. Идем все дальше. Мне кажется, это теперь святая вода. Ей можно освещать людей. Так она так и называется. Это святой источник. Я сейчас долларов 30 разлил. Сейчас все на... Удачи, ребята. О, ты на меня попал. Чуть-чуть на тебе тоже. Заносите следующий раунд. Давай. Слушай, ну за такое не жалко и тысячу долларов отдать. Ну да, я... Давай, иди, давай, Кобяков, давай. Став на эту вещичку потратиться. К слову, хочу заметить, что это очень лимитированный портфель. Ну, это, короче, его мерч. Я понял. В принципе, на этой сделке я не потеряю. У вас что? У меня... Все хорошо. У меня тоже все хорошо. Ладно, открывай. У меня 100 баксов за этот портфель. Открывай. У меня бакс. Ага. Вот. Пипец. Это шара. У тебя что? 300 баксов. Да не так, ну не скажи... Да блин, у Влада 500 выпало, отстаньте от меня. Вы что? Слушай, ну за эту вещь 300 баксов. Я готов отдать. Это не бутылка воды за 500. Поэтому вообще вот... Зато теперь он мой. Ну да, там 500 уже. Я считаю, что этот портфель, он из-за того, что лимитированный. Ты его можешь положить в сейф, достать через год и продашь его за 3000. Эх, мне интересно, а когда я свой мерч буду запускать? Ребят, вы бы хотели, чтобы я запустил мерч? Кстати, вот вам первая пасхалка. За сколько бы вы хотели купить вот этот портфель? Влада... А, нет, 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 напишите пасхалку. Знаете, какую я буду понимать, что вы досмотрели до этого момента? За сколько бы вы купили святой источник, который Влад купил за 500 баксов? 500 долларов. Слушай, хорошая перспектива. Покупаю твой портфель за 5 долларов. Ну да, конечно. Забирайте, конечно. Ну и держите 100 баксиков. Так, зато теперь могу свою водичку положить в свой портфель. Двигаемся дальше. Слушай, ну ты не считай, у тебя все равно шансов сегодня дойти до последнего раунда, я думаю, нету. Наслаждаюсь деньгами, пока они еще у меня остались. Давай открывать следующий предмет. Слушай, я знаю... Сейчас будет пипец. Слушай, кому выпадет опять 500 баксов. Я не готов к этому ролику. Ну, не ортопедически. Три бакса. Я бы, мне кажется, за три бакса даже какие не купил бы. Тапочки. Ну почему хорошие тапочки за три бакса? 60, 6 и 3. А, ну да, хорошие. И можно забрать... 18, ну типа 180 рублей. Ну, 150, 130... Нет, 180 дорого. 130, 140 сланца стоит. Я же на рынке когда был, я всегда себе покупал, к примеру, сланца, одну пару домой. Вот. Я не знаю, просто по каким там вы магазинам ходите, но я хожу в Питер на рынок и покупаю себе обычные сланцы за 120, за 130 рублей. Напишите вот в комментариях, кто ходит на рынок вообще. Ну вот мне интересно. Там, допустим, я хожу на рынок, чтобы покупать там рыбу или орехи, изюм. Потому что чаще всего, когда... У меня мама всегда ходила когда на рынок, она брала, очень вкусно. Но знаете, вот это вот, когда очень много... Ааа, разной... Ну то есть с орехами всё. Короче, отстаньте. Дачу к бабушке, например, подарить тапочки. Только если. Кстати, насчёт бабушек и подарков. Скоро же 8 марта будет. Вы уже придумали? А, а это 9 марта выложил. Ну ладно. Для подарков. То есть я смогу... Идея, ну это уже было. Ну вы так всегда говорите, но потом везёт. Первая цифра у меня двойка. Вторая цифра у меня пятёрка. А третьей цифры нету. 25 баксов. Я так радуюсь, как будто это мало. Ну после воды, конечно, это мало. А у меня 10 баксов. Опа, по лицу видно, что кто-то обанкротится сейчас. Это, конечно, не вода за 500 баксов, как у тебя. Но тапки за 50. То есть это... Да ну это не так много. Я бы мог купить... 16 тапов. Ну, купил одну. Зато... Можешь бабушке рассказать, что... Ну это просто с Владом по сравнению с за 500 у него там, это вообще ни о чём. Бабуля, тапули за 50 баксов. Держи. Поторгуемся. Круто. Так, ну давайте, давайте, всё. Ай, блин, я уже посмотрю. А что это такое? Цвета, диодная, именная. Лента. Умная? За 45. То есть она умнее, чем я? 5 баксов. И чем вы, ребята? Пачка. Блин. Или нет? Сейчас проверим. Это классный подгон. Оу. Как она красиво свезится. Слушайте. Ну да, красивая лента. Ну, крутая штуковина. Мне бы она пригодилась. Мне бы она тоже пригодилась, но если бы за 10 долларов, тогда... А, за доллар! Давай же выясни. Давай! Так, так, по лицу Ковьякова вроде пока неплохо. Кстати, я даже могу увидеть... Но я не различу, что там. Да ну, Влад, серьёзно? Всё настолько плохо? О, я вижу, у него 200 долларов. У него 200. 30 баксов. Да как? Как я мог увидеть 200? В принципе, устраивает. Она такая красивая и яркая. Это дешевле прайса. Поэтому ты выгодно купил светодиодную ленту. Владу хана. А что у тебя, Влад? Ну, сразу хочу сказать, что я невыгодно купил светодиодную ленту. 100 долларов. Хочешь, покажу сначала я. Очень хочу. Я покупаю светодиодную ленту за 1 бакс. Нормально. Вы шо сейчас гоните? Я не могу понять, насколько нужно... Насколько ему везёт. Ковьяков какой-то ты слишком тут счастливый. Покажи нам всем, что же у тебя. Тысяча баксов. Я не хочу сниматься в этом ролике больше. Чё? Тысяча баксов? А у тебя вообще денег хватит или нет? Владик, удачки вам вытянут. 500, 500 снова. 500 баксов за вот эту вот. Извините меня. Фигню. Но ты отдал 500 баксов за бутылку воды. Ты будешь подсвечивать бутылку... А! Да! Да, верно! Этой светодиодной лентой. А! Ковьяков умеет подстебать. Ну, всё. Говорит, ты будешь подсвечивать светодиодной лентой святую воду. Получается. Почему? А потом спросить, за сколько ты это купил? Отскажешь. Ха! За тысячу баксов. Тебе нет больше денег? Ну, давайте считать. 100, 200, 300, 400, 500. Очень мало денег у меня остаётся. Я только надеюсь на то, что всё-таки Влад сможет дойти до конца. Скупайте, пожалуйста, мерч. Да, чтобы хотя бы денежка была. Нужно это. Я в очень большом ми... Вот я очень сильно прошу вас подписаться на наш с вами ютуб канал, потому что у нас больше смешных роликов будет вместе с Владом и с остальными ютуберами. Те, а кто в минусе. Так. Как видите, я... Охренеть. Я в огромном... Огромном. ...минусе. Ну что, давай... Лёша, аж на 66 баксов плюс ушёл. Давайте двигаться дальше. Айфоны? Ооо, это раунд, где мы будем за деньги покупать деньги, и ты можешь отыграться. У нас тут на кону... Ооо, кстати, хороший, хороший этот прям. 100 баксов. 100 американских доляров. Так, я очень надеюсь, что я смогу за... Ну это, вот это интересно. 1 доллар купить 100 долларов. Ну, не факт. Так, я сразу вытяну, вытяну, пожалуйста, что ли будет 1 бакс? Не буду терять время. Это очень интересно. Да опять что ли доллар? Сколько у него? 10 баксов! 10 баксов! Да как же тебе так везёт, Лёша? Вот это удача! Как видите, это читер? Я купил 100 долларов за 100 долларов. Вообще ни в минус, ни в плюс. Такое тоже может быть, поэтому... Давайте первое вы увидите. Готовы? Ну неплохо, нет, неплохо. 30 баксов! Хорош, хорош, это прям молодец. Я очень рад. Я прям очень рад, слава тебе, господи. Так что, у меня появился шанс? Чуть-чуть подочек. Я напоминаю, если что, вчера выходили видосики с Владом, и сегодня выйдут ещё ролики, поэтому смотрите и пишите вообще, как вам. Я очень рад буду. Поиграть в эту игру. Я в плюсе. Так, 20, 10. И я забираю соточку бакса. Ну да. Посмотри, он банкир настоящий. Смотрите, сколько у меня ещё соточек. Победи. Да у него больше всех денег здесь. Если это буду я. Слушай, ну ты бы не хвалился, так у меня тоже тут прилично. Ну, одна, зато какая. Ух. Да. Ну что, интересно, что будет дальше. Одна, я говорю, зато какая. Так, нам на стол положили вот такие вот картонки и попросили их пока не переворачивать. А я бы казался, это бланки, знаете, туда листочек закидывать, чтобы, ну типа, он не мялся. Пацаны, есть предположение, что это может быть? А давайте просто узнаем. Слушай, ну я думаю, они стоят. Это наклейки. Это около доллара. Все. Накладные усишки. Потому что я надеюсь, что... Да не, мне кажется, доллара два, три. Ну, наконец-таки вам не повезёт, поэтому тяните бумажку. Ну не знаю, это вообще какая-то ненужная вещь. Не буду показывать вам пока что. Ну скажи, у тебя не очень. Вот когда хочешь почесать здесь вот так вот, а у тебя есть вот это. Ты берёшь и этим чёшь. Моя логика зашкаливает. Десять баксов. Десять? Бакс, бакс. Доллар, да ты шутишь. Всё? Что происходит? Это... Сто. Да как это вообще возможно? Баксов за усы? Чего? Сто баксов, значит, за вот эти вот усы, да? Вот за вот эти вот усы. Это, кстати, мои последние сто баксов. Это какой-то... Это бред какой-то. Владу вообще не везёт. Держи, пожалуйста, мои десять баксов. Доллар. Настолько не везти. Да Лёша вообще здесь все раунды просто по доллару, доллару, доллару. У него меньше всех попадается всё время. Только первый самый раунд у него попалось больше, а потом всё. Ну, а теперь предлагаю нам их примерить. Ребята, напишите в комментарии, кому бы вы посоветовали отрастить усы и бороду. Да вам и без усов, и с усами идёт. Так, за что мы сейчас боремся? Пацаны, пахнет едой. Это хэппи-мил из Макдональдса. Я тысячу лет не покупал хэппи-мил. Ну, я вообще ни разу в жизни не брал. Это очень прикольная штука. Так, пацаны, всё, смотрите, за долго. Потому что я просто в Маке, наверное, не хожу вообще. Я бургеры не кушаю. Проверяйте, смотрите, накаркал. Есть что-нибудь от сердца? Что? Олька. За хэппи-мил? Вот как бы у Кобякова и... Пятьсо... Да ладно! Пятьсот баксов. Да ладно! Эба-да за пятьсот долларов. Слушай, ну у меня, по крайней мере, бабки есть. Ха-ха-ха-ха! Хорош! Опять. Конечно, много. Но с моим-то банком я могу себе позволить. Это у меня, что ли, музыка, или у них? Вроде у них. Это хэппи-мил. Так. Давай, показывай. Я не хочу смотреть. Да давай. Давай я посмотрю. Да там вообще лебед. Или два. Десять. Десять. Слушай, ну длина бумажки что-то мне вот подсказывает, что там не десять. Так, ребята, я пока вижу десять. Да, ё... Да сотка! О, мой... Ну, считайся. Ребята, я очень... Рассчитываю... У него сейчас не останется. На вашу поддержку. Ставьте, пожалуйста, лайки под это видео. И подписывайтесь на канал. Тебе вообще хватит? Давайте считать. Я надеюсь, что... 50. 70. 80. 90. Хватило. 100. У него просто осталось 5 долларов. На 5? Нет, как бы 100. Или 23. Как бы раз, два, три, четыре, пять баксов осталось. Это пипец. Может быть, мы будем еще покупать деньги за деньги? Слушай, ну это, по крайней мере, не 500. Короче, в этом ролике я несу траты за всех. Хотя мы должны тратить деньги одинаково, Леша. Я старался. Бургер за 500 баксов. Хочешь вообще отвал башки? Кофе за 0 рублей. Дай мне запить водой за 500 баксов. Так, ребята... Подсветить... Подсветить светодиодной лентой за 500 баксов. За 500 долларов хаваешь бургер. Извиняюсь, кушаешь. Кушаешь бургер. Запиваешь водичкой за 500 долларов. И подсвечиваешь себя светодиодкой за 500 долларов. Вот как выглядит, казалось бы, самый дорогой ужин в жизни. Да. Хватит, хватит. Балдеж. Двигаемся дальше. Балдеж. Вот мой банк, как говорится. Что у нас там дальше? Вот если сейчас Владу выпадет доллар, я просто офигею. Опа. Айфон. Еще айфон. И еще айфон. Какой же он прекрасный все-таки. Я так давно хотел бы поменять. Ну, у тебя еще есть возможность тебе позволить... Да он-то точно тебе позволит. Я вот за Влада переживаю. Телефон. А у тебя... У меня, ну, скажем... 420, 430, 432. Но если тебе попадется 500 баксов, то ты... Ну, не расстраивайся, потому что если мне попадется 10 долларов, то я тоже без айфона. Ну, давай. Так. Давайте хоть ему что-нибудь замешаем. Давайте будем смотреть все одновременно. Владислав, цени. Пожалуйста, пожалуйста. Один доллар или пять долларов. Пожалуйста. Я надеюсь на Влада просто. Так. Леша не смотрит. Кобяков уже посмотрел. Ага. 500... 10 баксов! Да ладно! За 10 баксов я купил айфон! Ты сейчас шутишь. У Влада... А у Влада чё? У-у-у-у! У тебя может быть один доллар? Это самое большое число, которое выпадало за... 500, наверное. ...эту игру. Я купил айфон за 300 баксов. А-а-а... У него даже не 500. Не, Лёше больше всех здесь повезло прям... Ну, до нереального. Ну, а у меня, ребята... Неужто один доллар? Неужели? 50. Да ёлки-иголки, ему не повезло. Займи у Кобякова! Займи у Кобякова! Тебе нужен этот айфон! 5 долларов, которых у меня нету. Ну, зато у меня осталось 5 баксов. И вода за 500 долларов. И портфель. И хэппи-мил за 100 баксов. Блин! Светодиодка за 500. А, нет, это у Кобякова. Это самая выгодная покупка в моей жизни. Айфон за 10 баксов. Что вообще-вообще происходит в этом ролике? У вас еще, посмотрите, у Кобякова еще куча денег осталось. Так, давай, 300 баксов на базу. Все, забирай. Я в этом ролике полностью обанкротил. Да, это конкретно. Классный ролик, лайк, мне нравится. Давай пятюлю. Ну, ребят, подписывайтесь на нас с вами. Очень много интересных роликов еще будет. Тюлю-пятюлю, за это было выгодно. Выгодно. Ну что, ребят, я рассчитываю на вашу поддержку, что вы этому ролику поставите лайк, подпишитесь на канал. Ну, это жестко. Влад, Влад, это очень сильно. На самом деле, я не ожидал такого... Такого банкротства. Это просто жесть какая-то. Как это вообще? Ну, а с вами был я. Меня зовут Влад А4. Кобяков. Кобяков слева, елки-иголки. Но он никуда не передвигался. А, ну и Леша, да? Леха. Ну да. Ну это жестко, ребят, это жестко. Напишите вообще в комментариях, что считаете вообще, как. Ну, типа, за сколько бы вы купили эту воду? Я просто не знаю. Ну, мне кажется, что это прям перебор в высшей степени. Вы понимаете, насколько, блин, обанкротился Влад? Всем пока. Ну, хорош, хороший видос. Короче, всем огромное спасибо за сегодняшний ролик. С вас лайк авансом, комментарий, подписочка на канал. Пишите, какой следующий ролик посмотреть. И до новых видео. Всем пока, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!